так всем добрый вечер начинаем старладдер вирту спро против фанатик рейд колон сейчас посмотрю я сетку узнаем что там по сетке у них пока что банит магнуса банит нипса сайсона забанили батрайдера 10 секунд остается на последний бан думает это в киеве это ланд финал уже завтра будет лазер брекет финал как я понял гранд финал будет субботу банит он дайан госход берет баунти хантера ничего удивительного это малый финал лазеров у нас потом вечером будет у нас финал венеров будет в 10 часов по москве берут darksir берут виспа очень популярные пики очень я бы сказал предсказуемо все пока что несмотря на то что уже новый патч есть играют на новом патче продолжается тоже со старыми перебирать остается 10 секунд понимает видим верту спрошу сейчас весьма к виспу в пару возьмут что-то очень сильно типа тайне хаус кнайта свена думает как это обыграть опять будет у нас бесконтрольные полеты через всю карту будем пытаться все это следить смотреть берут лайфстиллер и наичерс профита отличный пушар не хаус кнайт собственно в пару к испу начался профит будет сам летать на телепорт тоже есть по всей карте видимо будет помогать спасать от виспа но не знаю как пойдет у него это либо будет сплит кушать отличный пушар он деревьев вызывает свои пошли уже баны забанили нигму забанили нагу шеду демон тоже уходит бан смотрят на тик видеть что основные первые первые три позиции уже есть остались только саппорта ластиллер будет кэрить баунти хантер пойдет соло профит может на мид может лезть пойти может соло там посмотрим как они встанут собственно одного саппорта уже забанил такого наиболее противно для ганка еще дуэта вот этого без пасхас кнайтам думать кого еще и саппорта забанить будет это keeper of the light или там кто еще у нас популярный никс уже в бане никс буквально ворвался на сцену теперь постоянно в каждой игре у нас никс ассайсин на саппорте вчера пытались играть как ганкера через ну на меде качается получилось откровенно говоря не очень вообще практически себя не успел показать команда диди выбрал так больно шторм спирита не уверена никуда пойдет на час профит поэтому банги ров который могут пойти на мид которые могут быть противными вирту спро я давно не видел как играют не знаю что у них там популярны какие тренды может они там кто-то у них на сторону шторм спирит очень хорошо летает неизвестно и рту спро теперь смотрят есть соло есть собственно связка который может нами пассив может в 3-лэйн считаю что это фанатик они делали уже это несколько раз ходили на мид этой парочкой думают банить саппортов каких-то очевидно либо джанглеров просто что-то пошло ярко выраженным героя который позитомит у них тоже нет притом они сами не уверены пойдет на мид висп с хаус кнайтом поэтому могут и какого-то недовика побанить все-таки забанники провозгла это саппорта последний бан фанатиков большинство наиболее популярных саппорт в это время уже в бане удивлен что queen of pain не в бане видимо обе команды и себе хотят взять на мид что-то что пока еще не разобрали эти роли лана я тоже никто не заметил пытается стараться находить страну этот факт не подавать виду видимо вот все-таки забанники но в пейн чувствую ребята сходу возьмут ланая но не уверен падет ли она в лайнап теперь вот так уже есть три фармилы таких нормальных впрочем если прием будет в лесу но не знаю может казаться так что все будет хотеть фармить все будет по одному ходить пытаться уберут инвокера на мид интересный персонаж цех 10 сплав у него шарики разноцветные жонглирует получает пассивные бонусы складывает из них спалы сложно интересный герой пойдет на мид само собой скорее всего может и соло в принципе пати но не думаю что что это здесь уже занят все соло ванте хантера есть да меня просили анализировать как можно больше но потому что раньше просто было очень скучно во время банки пик почему бы не обсудить в конце концов что смотрят новые люди которые не играли практически дотом не знают ничего можно и этим заняться как бы мне несложно смотрим четыре слота и все четыре любят фармить что это значит значит скорее всего что не смогут они файф мэнс первые минут 20 они будут по одному пытаться ходить получается соло экспириенс и соло фарм это отличная возможность предоставить лайнап команды фанатику которых довольно агрессивно есть виск снает длинных тоже может запортить хоть сбивать посмотрим добрали дистратор и свена видимо ли на со своими пойдут фармить на легкую линию дистратор будет саппортить навекса в стилером разбирают героев так поехали на тейл на успе флайна линия будет саппортить хани джеки внезапно свен вроде бы он им часто на миде у них играл но видим теперь решил пофармить посмотрим как они паралям будет может цен будет саппорт такой эра на хаус кнайте 3x и на дарксире как-то подлаги помню на здесь смотрим эрмен это сложный у неё ник на найксе нс диссераптор саппорт их ксайна не час профити санта на фонти хантере здесь идет уже соло инвокер как раз за не знаю как это читать буду называть а просто инвокер уже сделал тренд-офф на час профит разводить свои деревяшки смотреть и руны отпуливать крипов крипов от пульта не успеет ну ровно проверить проверить скорее всего ну и просто разведать где кто куда пойдет заходит свой лес уже целиком всей командой встречать деревяшка понимает что их наружу то есть догнать free gold нормально так дают золото можно погоняться из приходит санты будет пытаться поставить в арт пока все бегают туда-сюда фрэнди вот еще один сет деревяшек опять заводит их но идет ловить крипов ими сейчас пойдут крипы сагрится на деревяшка и вот так вот покажется он их отведет себе подушку получит опыт просто со всей волны крипов из того чтобы стоять вот здесь или быть в опасности будет стоять вот здесь дараксиры нашел иллюзию все расходятся они по лейнам дараксир у нас будет против инвокера инвокер два сета танго есть 0 талисман чтобы больше урона было посмотрим какого цвета у него будет шарики так сказать есть дабл мид здесь найк с дистрафтером просит дабл мид даже посмотрим кто кого пересилит бежал на получал от крипов а здесь они спасали крипов от деревяшек тагелина обоих деревяшки всех убил его в общем древние механик танковал крипов чтобы они к вышке не пошли из крипов забрать ставить центре буквально на голову баунти хантера в санте пугается восходу пытается сбежать короткая пауза к счастью посмотрим будет ли они пытаться сейчас на первом уровне навряд ли они убьют а вот на третьем вполне себе возможен длинный очень такой персонаж очень много это не бурста магического урона различного милокер вкачал квас эссенцию получает очень медленный у него спида 280 мус спида и в итоге это он шелф не очень большие проблемы с этим сейчас будет такой трексе здесь вообще не убил целиком как это зайдет кидает волос на пнастану пытался пролететь фурион спасти как видеть что здесь еще и сам бы наполучал там шелла санта пытался украсть крипов получает стан получает тычку находит смотрим на дабл мид здесь 2 уровня уже все сейчас здесь начнется самое интересное вот висп пока что 1 думаю на третьем уже будут стычки здесь какие-то будут убийства баунти хантер вот тоже как раз взял кейс невидимость бежит варда у радиантов там нет этого они не видели то есть для них сюрприз здесь опять дарк сиром понимаешь пока не купит ботинок ну и киров можно убивать спокойно не было фуриона здесь который частью здесь оказался из форма крипов был бы все очень плохо опять у инвокера прицепился почему-то крипу не знаю промахнулся там такая толпень была хани фарми 12 крипов у на иксу собственно которую как совсем не мешает висп у которого разве с автоатаки ли он маленький ратор гоняет куда лучше висп делает здесь пытался делать опула на меде фармит маленький кемп дарксири опять на инвокера наезжает потихонечку покажет не так активно зовут купил он себе соларинк побежал смотрим вон что на меде там пока не убили никого пока здесь происходит все второе он шоу кончится вот теперь уже не так много урона полиционный час профит дарксир пытается бежать скорее всего он бежит здесь ничего не сделать просто гуляется меня если на ждет в третий уровень собственно как я иду медиа убивают пока я просто смотреть по сторонам убили дистратора пытался на экса замстить практически убил из пана добиться не вышло он босс под вышку в общем вовремя нету товарища я думаю очень скоро тоже будет убивать потому что третий уровень получили сентре есть есть просветка собственно поэтому вниз я пошел смотреть не пустил из экшена фрэм берет реген встречает дарксиром дарксир очень мало хп еще меньше он сам себе делает используется у ринг пытается бежать не знаю если справка фрион есть прогрызает сразу топором отлично топор взял здесь пытались пытались убивать сейчас чуть не пропустил я этот килл к счастью он выжил 25 хп убежал спустили станы спустили вообще все что было но не убили агрессивно пытаются не дают спуску вообще никаких лейнах команда фнатик все правильно делают нс перемещается на топ охраняет инвокера который реквестировал помощь которую все очень плохо там с дарксиром и саленшелла вся большая проблема и вот летят они убивать вместе с фурионом прием прилетает дает холд снап дают ему тандер страйк ставится kinetic barrier не убежал дарксир их стягивает немного дамажит вроде но убивают его все-таки просили конечно очень сильно от последнего айоншелла был бы еще один айоншелл на ком-то хотя бы на том же дарксире самому был бы еще лучше сант ходит все еще пытается крипов подрезать здесь сделать двойной от полу флай флай это знает поэтому он добивает нюкам последнюю крипа решает потратить немного ману на деньги и к спу получить все-таки дарксир 30 крипов своем 29 до седина и все равно все просто замечательно это есть сейчас билан скоро принесет на это не так все радужно но кого-то они там убили посмотрим там весь по-моему да виспу достался киума тем не менее приносит что-то приносит это урна помимо этого не угосов крест не знаю будет делать меда смогут делать пт посмотрим трое команды фанатик вокруг меда ходит что-то смотрит в ток есть у испан цепляется стягивает дает рак секундный стан просто убивает раз ничего не стоит на экс после нее есть три секунды неуязвимости к магии очень резко все произошло прям прям приводит деревья пытается отпушивать застрел них просто 3x и в итоге всех убил просто иншелом разбогател на экспорт это обратно хочет ревенжа опять 3x выгрызает дерево паск на это пытался влететь на фуриона вместо этого видеть что надо спасать друг сего 3 секундный стан дает на экса приходит баунти хантер просто добирает шуикин тосом дает глимс на хаус кнайт возвращает его назад во времени вовремя перешел нс значит он спасся набивает хаус кнайт и вылетает в район обратно 3x и здесь версия но как бы сам сейчас не умер вот дома что он очень сильно он шелм не угадал куда пошел невидимый товарищ убивает в итоге дисраптора мог и двоих убить там очень хорошо здесь так бегал давит топ здесь будет вот унивокер квас векс торнадо коллснап емп поднимать торнадо кидать емп у него пока еще не инвокнут выжигать ману просто в большом очень радиусе здесь огромный стак дарксир с виспом хотя там нет его сейчас пофармить посмотрим как дарксир пытается танковать но получается откровенно не очень как бы сейчас креп их не убили здесь происходит влет на свена кидается у него трек гуле его убивает приходит инвокер за виспом гонится вместо свена и свена в итоге они практически не упускают пришел дисраптор спас ситуацию глимсом обратно вернул во времени лину догнали убили лину в общем то я думаю штамм висп рядом с нами не лина да ладно отлично это очень важно было для них килл убить свена который фрифарман там практически 10 минут 8 минут как раз то что им было надо хоть они все вчетвером немножко время потратили сделать два кила на вышку потеряли они в это время ушли с других лейнов забашил и рошан таск на это пробегающий который хотел подцепить кого-то на икс здесь уже фарминг нейтралов есть хэнд оф майдос седьмого уровня механи возвращается обратно тихонько где-то таков пока что он особо не агрессирует тор на боте все-таки успели фнастики себе забрать пошел ир пошел стягивает инвокера стан среди анимации просто прерывает с вами торнадо нокер сам себя спасу здесь приходит санта и просто убивает кидая трек и получать четырех секунд и стан между прочим возвращает глимсом эру кидают статик шторма он в сальницу ничего не мог сделать кто умирает так как матч уже светлый и дамплит твоя головка свен решил делать брайсер сделал брайсер, сделал ванта, сделал пауэртрейс 1250 хп у него не уверен что это лучшая идея учитывая что здесь есть на икс лучше бы сделал что-то сразу типа на вроде сразу бкб излишнего жира чтобы не набирал, чтобы не отъедался на лимгуле а здесь еще хаоскнайт точно такой же товарищ тоже ПТ в веточке палочки инвокер полностью на мид прошел здесь видит уже баунтихантер стоит в центре баунтихантера прорезает усилищенный стан дает имп инвокер выжиг ману последнего всех но и за бонусскому спиду все-таки успевает он догнать баунтихантера обрывается на инвокера инвокер тоже убили оперативного волшебника который практически чуть-чуть не всю ману выжиг но весь повремя отрегенит с бутылки, поражались истики на стяжках хватило маны инвокер в итоге тоже отлетел очень аккуратно вошел в баунс не подозревал видимо что из центра не прокликал никого свэн краснеет бьет тауру становится очень сильным то есть кнайт добирает тауру получает треки в принципе надо было ходить надеюсь что нибудь они задерживаются деревяшками пытается он немного контролирует пытается с интервью кого-то отправляет обратно это Лина Лина стоит с Алиниси сцепляет двухсекундный стан на Аксая с последней маны дает стан инвокеру бегут за инвокером здесь режут баунтихантер ставят kinetic barrier из него все успевают и выигрывают надо отходить теперь точно маны уже вообще ни у кого нет замстили они за Лина убили фуриона был важный килл вот опять санту они нашли он видимо не понял насчет всей темы про центры которые они здесь расставляют второй раз уже умирает от этого спа тысяча золота ботинок бутылка здесь намечается БКБ есть Огрклап на Экс тем временем пропушил топ но не уверен что был наиболее хороший для них обмен обмен летит виспу заметили они фуриона вот этим вардом застанье стянули линком пытался улететь к сожалению в деревьях он вместе с собой поставил хаус кнайт и улетает он обратно бодом тауэр а ускнайт летит к нему барабан уже готовый у нас аркан бут есть видимо урну будет делать купил гаунт летащая бодом тауэр блина идет спасать тауэр от катапульт от крипов блин денег не так много у него варды и прочее саппортовские штуки умирала она довольно много у меня часто инициировали здесь на найкс пытались что-то с найксом делать он замедлял хаус кнайт кидал на нее опен вунс приходит вся команда практически витус про хаус кнайт использует эльцимейт его оттягивают прям поставить в сторону видим под ним он умрет не умирает он бегает нет обоих все-таки убили дотянулись бесплатного убили как-то зря они здесь стояли какой-то цели особо не преследовали пытались пытались показывать агрессию на найкс но в итоге сами и получили 3x мека аркан бут все хорошо у него там убивал людей на медиа лучше быть не могло 13 минут еще 10-10 давайте посмотрим графику такие вот спайки у нас все так интересно там файт за файтом по голде по голде пока что лидирует понемногу радианта но есть тенденция к изменению этого графика потому что есть трек летает как раз опять на санто висп потом не заметил что не знаю ставит в центр получает дабл стан стягивает в который раз уже он как-то медленно реагирует с лобби фингерс и тут пуши топ последний то один тавер на топе приходится команда без баунси но баунси успеет рестнется чувствую как раз когда будет драг сейчас что она будет вообще время он прилетает на ботом понимает что спасти а у него есть телепорт в случае чего будет пытаться сменять пуш тонн довольно быстро на мид здесь тоже инвокер оказывает давление ничего он здесь не успеет сделать то есть топ они просто отдают пытается взять взять что могут пока есть время но тут прилетает набор свэн 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 прилетает один здесь еще и гаунтикантер пытается станет получать трек получает варкраю убегает прилетает к нему на помощь стригся пытается искать фуриона который улетел находит фуриона нет стана 1 секунду свэн до стана осталось не успел бы он ее застанет здесь ловит поймали гуля он влез в крипа вселился в крипа ходит ждут пока крип умрет вот его атакуют и вылезает гуля включает рейдж и убегает ничем его не застанет не отменить и спускал что на этом тут же переместились на бот гоняет инвокера сейчас стану промахнулся там в крипаршу застанет чего-то еще не знаю получает эрдабл килл собственно ходит помать тв ра приятная игра очень много экшена постоянно кого-то убивает прям так все интересно эти парни пошли пытаются завардить вот этот холм который очень много вижен дает нашли дисраптора нашли фуриона теперь пугались убежали эра находит дд в принципе завардить бы всего как рошана и рошана не поселить решает убить висплах все-таки наглую которую здесь входит кидает тратить на ультимейт срабли прям думал куда-то лететь не стал хотел на мид на мид прилетел 3x Санта опять сходит опять в центре стоит ультимейт есть ультимейт у Лины она в принципе одна может убить если захочет его уже убивают стягивают дали ультимейт где ауэншелл непонятно не попадает еще его в реплику как-то очень очень сложно дарксир вот был баэншелл на нем с самого начала в итоге Найкс просто приходит убивает Лину за несколько ударов так все армлет уже это было очень плохо они потратили сразу два центре варда баунтихантера не убили потеряли Лину и где-то я слышал звук гема по кликам по героям кто где возможно в курьеры где-то возможно и показалось вот курьер летает ничего на нем нет ну ладно неважно здесь смок включает просто чтобы быстрее добежать чувствуется дает нам немного мук спина бегут на бот здесь хаус гнает Трикс тоже здесь и рядышком стоит рядом с ним кидает ему аэншелла успели они вард поставить здесь пока пока висп умирал поставил вард немного они видят движение по джунглям может и влетят на кого сейчас если кого-то найдут но решают все-таки на боте драться здесь входит невидимый баунтихантер входит смок рассеют сами понимают что здесь кто-то невидимый просветки нет потому что сентрифиси в последнем файсе просто так потратили у него фит торнадо ЕМП половина мана всех вжег возвращают обратно лину и на 5 умирает врывается на инвокера кидаются статик шторм стягиваются все дает стан на 4 секунды просто в санту каус гнает умирает санта баунтихантер санта паунтихантер санта 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 паунт мечом не паунтихантер мы насмел Подпишись. Блэйд просто бух в Санту, вот его пытается древним догнать с Веном. Четырехсекундный опять прокнул Лэйра. Умирает после Бокера. Минус два. Опять никого не потеряли. Найс. Выкупился Дестратор. Хотел он ультануть, все-таки отчаянно кого-то ультанул. Сам умер в итоге. Наэкс пытается мстить опять же. Втягивает Лэйртус Прок Саян. Вбивают они этого Фреона. Вставят ворды, чтобы в этот раз все видно было. Не было таких сюрпризов. Летят на базу Регеницы по-быстрому. Сейчас вернутся уже. Бутылку заполнен. Бутылку он пивает своего друга. Может мог бы и к Свену прицепиться. Да ладно, он уже летит телепорт. Но Свен прилетает на мин. Здесь инвокер ходит. Сейчас инвокер что-то получит. Краснел Свен. Включает барабан. Даже не барабан, а Мом уже есть у Свена. Видел он наэкса и убежал наэкс. В общем быстро убил этого Мома. Здесь Хаус Кнайд собирает Аегис. Доделает Диашу. Монта у него скоро будет. Уже через 7 сосен буквально. Заходят в лес они. Очень смело у них все хорошо. Такие файты у них есть были. Очень слопе играет Виртуз Про, я бы сказал. Как-то вроде герой нормальный, а вот Синерджи пока что нет. Использовали просветку на Сантову, успел убежать, к счастью. У него здесь все по кустам. Здесь хули он Форстафер с Калвош летел. Догнали наэкса, но ничего с ним не сделалось. Он летает. На 1-й порт в этой игре я потратил, думаю, больше, чем на полезные вещи. Сейчас так будет продолжаться. У него 1000 золота есть, армлет. Синерджи уже будет. Прилетает он на помощь Хане. Свен. Еще и Лина в придаче. Понимает, что здесь на боте вообще все. Надо всех выставить, при этом они могут и не знать, что здесь все пятеро. Ребята здесь должны пытаться перетянуть как минимум половину команды, или влететь уже самим туда. Вот, влетает, собственно, Хаос Кнайд, здесь уже вовсю Статик Шторм. Статик Шторм никуда. В итоге прошел Хаос Кнайд, влетает, убивает инвокера. Здесь гонится с дистратором, дистратором, вбивает, убивает инвокера, улетает. Брян. Остается один Наикс с Баунси Хантером. Баунси дает трек, чтобы пытался убежать с ним Наикс. Наикс влезает с его друга, невидимого. Отлично он спасается, здесь хоста, здесь есть трек. Догнать их, ну никак теперь не получится. Двое выживаются. Героев, прям, похоже. Фреон улетел тогда на телепорт, сразу практически пояснил участок. Пытается мид пушить, но сейчас. Вот, собственно, вылезает Голли теперь из Баунси. Сейчас не пропадет его Рейш уже. Остается он здесь один. Стутался улететь телепортом, спрятаться в уголочек, но нет. Фреон улетает, гонится за Баунси, но... Тут невидимый рецепт на Барабан есть. Здесь Свен ходит, ходит, смотрится, что где. Сентры стоят. Санта понял намек, ушел. Принес себе свой Барабан, наконец. Собственно, вся команда перетягивается. Последний Тауэр внешний остался, надо добивать Тауэр. Делается еще один какой-нибудь интересный замес. Либо ждать следующего Рошана, но... Дуносить. Айгис пока есть, скоро протухнет довольно. Постоянет, точнее, не скоро, еще 2-3 минуты. Гостсептер у Лина. Боится она на Айкса. С Баунси Хантером на пару. Смотрим графики, такой вот перелом резкий, прям буквально. Очень, прям буквально, чуть не тресла пи-файта по драйву у команды. Сверху справа, что, собственно, и показывает. Но здесь точно так же. Хоть и есть трек, и множество АОЕ спилов, немного автоатак. Но здесь очень много урона, очень много контроля. Техска сразу стягивается, станет по очереди, заливает АОЕшками. Бурста тоже очень много команды. Знаете, собственно, они полетели куда-то искать. Наш Клянинг Курион успевает его стянуть в последний момент буквально. Эра Виппетсек. Радостно смеется. И возвращается обратно. У Эра дабл демидж, сейчас он догонит. Далее мы Сурж. Дает трехсекундный стан, но и возвращает Глимсон практически их. Слава богу, сюда его не вернули. Больше четырех секунд там провел. Отлично у них пломбы, что можно дать Суржу Хаус Кнайк или Басвену. И зацепить они вообще кого угодно. Агрессии просто миллион. Потом все остальные подходят, у всех станы практически есть. Скоро в станы нет, то есть стяжка. Это даже ксир. Слен обрадовался, что им принесли кучу фарма. Радостно его весь убивает. Включает Мом. Есть БКБ уже. Дальше будут криты делать. Баунс тоже ходит. Он очень хочет БКБ свое, чтобы как минимум станы не ловить. Не ловить тезер в стан. Практически всегда начинается с того, что все бегут-бегут, а потом замечает Баунс, и он тут же умирает. Даже в Машхайтах. Опять полетели, влетают на Несса. Вард у них здесь был, Вижен был, Несса. То, как вошел в поле зрения, сразу же умирает, кидает на них трек, но сейчас уже обратно влезет. Кинвокер пытается, оп. И ничего не случилось. Вернулись таки. Берет Реген, отпевает себя и своего друга. Здесь тоже Гост Септер. Очень замечательно. Они могут на Виксе с этим кайтись. С Гост Септерами. Как Лина, так и Дарк Сир. Переключает фокус на кого-то из них. Включает они Гост Септер. Найкс просто не может бить, и вынужден переключить цель. Дарк Сир. Вдругая тавра податак. Если стоять разрежем, то в итоге он весь файт просто будет бесполезным, как к Баунси Хантеру. К Баунси Хантеру еще и звездочку может кинуть, а это вообще ничего не может ростить. Замедлить с кого-то. Отбирают джунгли. Хоть не сдают пытаться здесь вармить Виртуса, понимают, что уже больше нельзя это делать. Оба летают. В итоге карта остается у Виртус Про как-то вот так вот. Куда-то еще ходить они боятся. Варды есть здесь у Родианта. Прекрасно понимают, учитывая, что инистратор умирал практически под ступеньками базы. Смотрят. Стоят, уже дают. Свен идет по топу. 1700 и Свеном. А Егис уже закончился. Вот, видимо, до нового Роша, наверное, так и будет просто фармить на Раши преимущество. Есть какой-то сбор. Вот в единственном доступном участке карты они собрались, включили смок и стоят. Видимо, есть какой-то задум. Тут непонятно куда, видимо, пушить все вместе собрались, но вот понимаешь, что надо не пушить, а отпушивать. Вот на X1 пролетел. Остальные тоже собираются. Вот этот включает смок команда Фанатик. Немного не успевает, они буквально на полминуты, иначе бы здесь было все очень интересно. Здесь такая засада своеобразная. Куча леса уничтожена. Летит Иск. Пять раз сразу вся команда оказывается здесь Фанатиков. Дает стан, но там попадает невидимость. В невидимости Инвокер сейчас так и будет бегать. Удивлено, что нет гема, но теперь Фанатик могут себе позволить здесь. Здесь полетает, вставляет Каус Кнайт одного, и он просто получает монстр килл на Сансе. Видимо, весь как раз гем ходит. Вот он. Каус Кнайт и гем, все хорошо. Погнался он за Санто, видимо, вот Инвокер поэтому и ушел там снизу. Гем такой у нас, на самом деле. Боттем Тауэр скоро Рошан, полторы минуты остается. Формят 3600 здесь в Хаус Кнайт, но не знаю, что там будет покупать. Смотрит на дабл дэмеж. У Ханни, к счастью, здесь бутылка. Это может очень сильно зарешать дабл дэмеж, и красный Свен, это просто такое сочетание весьма запоминающееся. 16 уровень у него уже есть, третий уровень ультимейта, это значит, он в три раз больше будет урона наносить просто, когда краснеет. Дают ему стурж, пытаются он просто не глядя ворваться, куда врывается. Здесь все жмутся по углам потихонечку. Один на Икс вот далеко зашел. Сейчас Сиско мог-то наказать его за это. Прекрасно понимает, что на него есть и рейдж, и тратить на него ульту и спа не очень хочется. Вместо этого Чинвокер не подбили, тот вовремя использовал форстаф, влетел обратно на файграунд. Вижена там нет. Летят все-таки, сейчас будет рейдж тп. Думали, что светит продамаж, но, как я и говорил, потрасили ультимейт зря. Но отпугнули. Задача была не столько убить, сколько отпушить от Тауэра, отогнать Гуля, отобрать у него карту обратно. Семь включает дабл дем, что Рошан появляется. Сейчас он его убьет очень быстро. Время здесь свои дела делает. Он пытается, видимо, бот подпушить, подфармить в чужой джунгли, пока все на Рошане. Здесь Блатинок обычно есть, ультимейтор, в виде сделает скат-от-зывайс свой. То есть аж втроем, они знают, что на Рошане сделать это не могут, поэтому пушит. Придает торнадо ЕМП. Хотели стянуть его, затянуть к вселенной. Далеко он был. Смотрим, есть ли телепорт, кого-нибудь будет, для них спасать этот Тауэр, либо что-нибудь вообще будет происходить. Решили просто по Миду идти, и теперь, сам переделся, просто телепортируется на Байл. Теперь пушить у них пока что не особо получится. Если начнут агрессивно заходить. Купил Ривер Хаус Кнайт, Хаус Кнайт весьма толстый. Гулист, напомню, от него сможет отъедать с очень сильной своей пассивкой. Турнановый Сторон, в зависимости от количества ХП в его цели. Видимо, его это не особо тревожит, у него есть ультимейт, он может сделать кучу пет, вот маны не убегают. Заходит на хайграунд, не боится, у него есть Аегис, в случае чего, он толстым бьет все, включает манту. Ультимейт пока не использует, отбивает ему маны, потому что, в общем, от затраты у него битимейт. Дает ему оверчарж, сейчас будет драка большая. Млокер дает Дефлинг Бласт, кидает дизарм, не может ничего отковать. Свен тратит 10 секунд на БКБ свой, 9 секунд уже даже. Краснеет, убивает Барак просто за несколько ударов. Остаются без меда, летят на ВСП обратно, потому что здесь пытались бакдорить все время на Экс с Фурионом. И убивают, не успел он даже никуда инфестом влезть. Фурион успел влететь, на Экс свою получил. Возвращается обратно, здесь уже все встали как надо. Каня умирает. Пытается бежать здесь Биспс над Стриксом. Биспп делит партиру, буквально сфиксирует, пятеро вокруг жили. Он улетает из деревьев. Стану здесь только у инвокера есть торнадо Дефлинг Бласт, есть Шуркин Тос, но он добивал им Свенова, был в откате. Помимо этого станов у меня особо-то и нет. В инвокера есть несколько станок, есть Шуркин Торнадо, много всякого разного. В инвокер куда они пролетают, на Мид Фурион. Пытается, хотя обминь забрается, стягивает двоих, получает четырехсекундный станок с Санто. Он уже ненавидит этот рандом. Вселяется в крипа Клафсилер. Смотрит, стоит какой же крип, вот они узнали, что это именно этот крип. Включает рейдж, пытается сбежать селепорта, видимо, у него нет на этот раз, никто и не помог бы он ему. Пытается отхиливаться, от Эра, самый толстый таргет. Он пролетит, надо сказать, отхиливаться, он секунду-полторой живой искусственной. Мы идут дальше. Хартов Тараск на Хаус Кнайте. Сходу он просто отрегенит себе все обратно, 73 по секунду, 69 уже. Он цепился, вот они летят обратно, куда-то. Фурион ловит. Находит вовремя в Ханю кидать стан, в Ханю тоже здесь был. Прекрасно нариснулся, сошел к потоку. Убивает, здесь 4 300 есть в Ханю. Судя по всему, купится сейчас на Демон Эдж. Купил место в Гиперстон, будет делать Керасу, но тоже неплохо. Продал Ванта, решил целепорт оставить на всякий случай. Здесь Холли Щед, здесь начинает на базе подпорчать замеса, убили они с Раптором. Ну и, собственно, сейчас будет доносить уже. 15-3 счетов Р, вот можно переключить даже. Идёшь, здесь ассист. Свен с дабл дэмжем, ультимейт есть, бараки есть, совсем недолго. очень уверенно сыграли в Натик. Очень агрессивно, понравилось, интересно было смотреть. Виртус Прон, пик немного странный, очень много людей, которым надо фармать, которым нужно экспириенс. в итоге по одному, по два, ну и входили они тоже довольно странно. Санта очень часто на Бонде Хантри оказывался на лохном положении. Опять он получил психомистанцию сейчас. Пусковод пытались стянуть, в итоге стянули Дисраптер, который вообще в стороне шел. Глядят на них фонтан. ГГВП, говорит, НС. ГГС на последок объедается просто от Коскнайт с Тараской. Ну давай, Еггс. Подбиваем, 34-16 сейчас. Весьма вот уверен, то есть для 17 минут более-менее еще равномерно, что друг друга потихонечку подбивали, подрезали, а потом просто вообще все провалилось. Командуем с ПРО. Ладно, ждем вторую игру, посмотрим, если смог Дани Комбэк нас. Все отсоединились, сейчас уже будет табличка. Да, драфт был такой весьма странный. Много героев одиночек, и в итоге на этом сыграли, что приходит файт. У них большинство героев точечных, то есть из зоогии есть инвокеры, есть срапы, думали, что это ухватит, но это не хватило просто, натросто. То есть, статик шторм, это либо обходит, либо переживает, и все, и всех убивает просто. Ладно, ждем следующую игру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok